Сегодня расскажу вам про подходы инструмента анбординга в распределенной команде. Мы своей компанией удаленно разработчиков держим уже больше шести лет. То есть у нас в офисе нет ни одного человека, который бы писал код. О себе. Я работаю в компании SberHealth. До этого мы назывались DocDoc. Мы цифровизовываем медицину. Самый известный продукт это онлайн запись к врачу, телемедицина, медицинская карта, ДМС. В большей степени работал в QA и сейчас перешел в проектное управление. Что такое анбординг? Есть несколько определений. Самое простое это ознакомление нового сотрудника с работой, с процессами за первые пару дней. У кого примерно так. Вот чуть-чуть, да? То есть как это выглядит? Вы приходите. Если ты в офисе, вам дали компьютер, вот сиди, работай, вот тебе Джиро, вот тебе конфлюенс, все, ты молодец. Удаленно примерно так же тебе на почту падает письмо, вот твои доступы, теперь ты начинаешь работать. Для нас анбординг немножечко другой. Он вот такой. Это именно процесс адаптации нового сотрудника. То есть не просто мы показываем, как ему работать, мы его вовлекаем, мы его адаптируем к тому, чтобы он через какое-то время смог выполнять эту работу самостоятельно без нас. То есть в целом без какой-либо помощи. И этот процесс, он может быть не два дня, он может быть растянут там до полугода в зависимости от того, какой у вас продукт, какие у вас процессы. Потому что работая внутри, вот я работаю 6 лет, мне кажется, процессы простые. Но как они строились? Они строились постепенно. Мы росли, мы менялись, и процессы тоже менялись. А когда человек приходит извне, он не понимает, а что ему делать, ему кажется все сложным. Для себя мы вывели цель анбординга, потому что это не просто процесс, он нам позволяет. Первое. Это успешный и быстрый найм в работу человека. Успешный, то что он сможет работать сам. Быстрый. Хотя бы через 2 недели он может работать с простыми какими-то задачами самостоятельно тоже без нас. Дальше это долгосрочные отношения. Мы нанимаем людей, чтобы они у нас работали, жили с нами годами. Нам не интересен человек, если мы берем на какую-то краткосрочную цель или краткосрочную задачу. Дальше это погружение в культуру и ценности компании. Очень важный пункт, который многие просто игнорируют. Можно рассказать процессы, можно показать инструменты, но если вы не вовлекли его в культуру, не вовлекли в ценности, с кем вы работаете, то будет возникать ситуация, когда люди просто не сходятся на каком-то ментальном даже уровне и получается, что есть конфликты. Следующий пункт вытекает из всех этих. Это снижение затрат на найм. То есть если мы берем людей, вкладываемся в найм, это достаточно дорогостоящий процесс. И потом просто его кидаем сразу в огонь. Он у нас через месяц увольняется. Понятно, что это будет стоить дорого и нам придется нанимать снова. Дальше это снижение нагрузки на руководителя. Всем, наверное, хочется, что когда у вас приходят новые сотрудники, вы как руководитель минимум на это время потратили, потому что у вас куча еще задач, куча дел. И сидеть, вводить человека, это тоже, особенно если найм идет достаточно большой, например, у вас выходит в месяц 10 человек. Понятно, что весь месяц тогда уйдет у вас на анбординг этого человека как личное ваше время. Что же про удален? Какие есть особенности и чем может отличаться анбординг? Первое. Ты не видишь целого рабочего дня человека. Мне вчера на эту тему интересную историю рассказали. Человек работал 4 часа в офисе, 4 часа удаленно. И получилось так, что когда он был в офисе, он работал, все было классно. Он прошел испытательный срок. Через 3 месяца был какой-то пожар. Его надо было вовлечь срочно в разбор. А у него не было настроено даже доступа. То есть получается удаленно мы не понимали вообще, он работает или не работает. Это было не в нашей компании, поэтому история интересная. Дальше. Нет неформального общения, либо оно какое-то минимальное. Если вы приходите в офис, анбордится, даже через полчаса-час вы пойдете попить чай вместе, сходите на обед. Вот в удаленном такого нет. Как правило, это какие-то формализованные встречи, на которые вы пришли, поговорили и дальше вперед работать. Нет зрителей эмоционального контакта. Даже такого телесного, я бы сказал. Это как с конференциями. Кто был на онлайн-конференциях в последнее время? И как вам по сравнению с оффлайном? Не хватает. Вот то же самое происходит и в анбординге, когда человек приходит работать исключительно где-то далеко. Особенно предыдущий пункт был, когда у нас, вот сейчас не так сильно чувствуется, а лет пять назад люди даже камеры не хотели включать. И ты мог работать с человеком в год и потом только его увидеть первый раз. Сложность обучения. Та же самая причина. Ты можешь рядышком сесть в оффлайне, посмотреть на его компьютере, потыкать, помочь ему. То в онлайне ты вынужден пошарить экран, какие-то такие вещи, либо просто рассказом. Ну и понятно, что сложно понять вообще прогресс. Он развивается, человек двигается или не двигается. Представим, что пришел наш новый сотрудник. Он пока еще счастливый. Очень хочет попасть в команду. Команда, она уже сплоченная, очерчена. Там есть определенные роли. Первый – это руководитель отдела. Здесь команда может быть как кроссфункциональная, так и линейная. Когда у вас, например, отдельно тестировщики, это будет команда, куда надо сначала ввести людей. Дальше есть стимлит, либо старший какой-то коллега. Повезло, если есть HR. И возникает вопрос, а кто же должен его вводить? Вот у кого как? Расскажите. У кого HR, у кого руководитель? Тимлит, руководитель? Ладно. Вариантов, на самом деле, несколько. Здесь у нас формируются подходы. Подходы эти формировались с годами. Они менялись с ростом компании. То есть, если вначале у нас было 5 человек в отделе, это был один подход. Когда у нас уже 35 человек в отделе, это будет другой подход. Первый подход, самый простой, когда вы небольшая компания, у вас небольшой отдел. Называется руководитель плюс новый сотрудник. То есть, у вас даже нет HR. На тот момент у нас в HR была одна девочка, которая просто занималась наймом. Значит, руководитель рассказывает все, все, все. Как правило, все в голове у руководителя. Он не использует никакие инструментарии, просто садится и рассказывает человеку, что происходит. Ну, или созванивается. И ты готов уделять здесь много времени человеку, потому что у тебя из трех пришел четвертый. Ты уже рад. Дополнительные руки. Классно. Можно себе позволить, когда ты небольшая компания. И здесь же ты делегируешь часть каких-то обязанностей, себя немножечко разгружаешь. Из минусов достаточно много времени. Опять же, если у вас фокус именно расширять команду, то можем себе позволить. Если у вас есть другие какие-то цели, задачи, то здесь уже не подходит. Получается, достаточно долгий вход в работу, потому что система большая, продукт сложный. Надо все учесть, все рассказать, ничего не забыть. Для тебя, как руководителя, ты рассказываешь одно и то же. Месяц назад рассказал, еще через месяц. Плюс по ходу рассказов истории могут меняться. Они могут меняться и в последовательности, и в том, что ты рассказываешь. И поэтому люди, получается, человек, который приходил два месяца назад и который пришел сейчас, у них был разный анбординг. В следующей стадии у нас уже появились наши наставники, бродатый боец, либо старший коллега, либо просто тимулит, явно выделены. Что здесь происходит? Представьте, есть три человека, все они работают на 100%. Приходит наш новичок, он работает максимум на 50, это в лучшем случае. Обычно процентов на 20, на 30 его эффективность. Его начинает вводить наставник, эффективность наставника резко падает, как минимум в два раза. Но количество задач никуда не девается. Что с ним происходит? Правильно, они ложатся на двух других. Соответственно, двое других начинает перегреваться. Если у вас это короткий цикл, один человек в месяц, это ничего страшного. Если люди идут у вас потоком, то, соответственно, у вас будет просто отваливаться ваше старое, потому что они начинают перерабатывать. Из плюсов. Одна точка входа для меня как руководителя. То есть у меня есть выделенный тимулит, он мне вводит всех в тех людей. Достаточно управляемый ввод, я понимаю, что он может хорошо рассказать. И в целом я в этом процессе не участвую. Из минусов. Наставник должен быть достаточно опытный, знать систему хотя бы на уровне у вас, ну или чуть меньше. Эффективность его падает, возрастает нагрузка на остальных ребят и, соответственно, все равно долгий вход. Следующий подход, который мы пробовали, это полная самостоятельность. Мы написали инструкции, взяли вики и написали все процессы, которые только у нас есть. Делаем одну вводную встречу, говорим, вот тебе вики, используй, читай, выполняй, там все очень понятно, классно, расписано. Синхронизируемся один раз в сутки и человек сам идет по вики и выполняет все, что есть. Что входит в этот вики-квик-старт? Это, в принципе, все, что вы можете туда донести максимально подробно, максимально много. Это культура ценностей, административные моменты, организационные, процессные, как вы работаете, инструментарий. То есть максимум мы заносим туда. Из полезного. Здесь нужно выстраивать информацию структурно так, чтобы получился некий родмап, чтобы человек не просто бегал по разделам, а чтобы он шел последовательно от простого к сложному и выполнял эти задачи. Дальше здесь у нас используется конфлюенс, он нам помогает в двух вещах. Первое – это вложенные страницы с других отделов. Нам не приходится поддерживать эту документацию везде. То есть каждый отдел поддерживает свое. Сюда же очень классно используются кросс-ссылки. Круто, если вы можете добавить картинки, видео и записать какую-то инструкцию еще и голосом. Ее сложнее поддерживать, но она в целом помогает гораздо лучше человеку. Тем более, если рассказ, он однотипный. Так как вы это делали живьем, просто записали видео, оставили, человек посмотрел, влился. Дальше definition of done. Здесь к ключевым пунктам мы прописываем, а что значит, что я их выполнил, я их понял. И какие-то контакты в помощь, к которым можно обратиться. Это обычно люди, которые лучше всего знают либо продукт, либо функционал, либо этот процесс. Из плюсов. Мы не тратим времени на вход, практически не тратим. И люди, которые к нам приходят, они актуализируют документацию. Как это происходит? Новичок идет по этому вики-квикстарту, смотрит, что здесь продукт уже работает по-другому, страничка неактуальна. И он уже ее поправляет. Сложно понять реальный результат. У меня были примеры, когда один человек приходил и говорит, я прочитал все условно за час. А другой человек неделю читает, не понимаешь, что же он там пытается прочитать. Подходит исключительно самостоятельным людям. То есть два человека из всего потока, когда были, реально прошли, у них получилось. А дальше процессы стали сложнее, система больше. И уже таких людей было совсем минимум, которые могли прям самостоятельно все пройти. Ну и все равно получается долгий вход, и он непредсказуемый. Следующий подход у нас был добавить в эту же вики-квикстарту систему еще немножечко команду. Причем, если раньше мы базировались в какой-то одной роли, либо руководитель, либо тимулит, то здесь мы взяли и сказали, давайте вводиться всем. Значит, участие всей команды и добавили встречи по адаптациям. Что делает в этом случае HR? Во-первых, она ведет его до выхода в первый день работы. У нас были кейсы, когда человек, мы его ждем, и буквально за день он пишет, я передумал, у меня другой оффер, и он соскакивает. И здесь важны вот эти моменты его, особенно когда у вас долгий оффер, например, ждать там две недели, месяц, может даже больше, человека периодически напоминать, спрашивать, насколько у него, как у него дела, все ли у него хорошо, и ловить моменты, когда он начинает сомневаться. Дальше HR означает встречи по адаптации. Это встречи в какие-то соседние отделы, в зависимости от роли, чтобы ты познакомился с людьми, с которыми тебе придется коммуницировать. Потому что были ситуации, когда ты говоришь, ну вот, сходи в другую команду и спроси у них, как они тебе помогут. Он приходит, особенно это в онлайне, его никто не видел, и начинает задавать странные вопросы. Люди не понимают, кто он, зачем он пришел, особенно если новичок, он не может их грамотно и правильно ему задать. Когда он уже познакомился на адаптации, он знает, кто в этом отделе главный, он знает, к кому обратиться, его тоже немножечко уже запомнили. Дальше HR стал собирать фидбэк после недели, месяца, испытательного срока. После недели это такой короткий опросник вообще, а как тебе нормально, ненормально, оправдались ли у тебя ожидания. Здесь были моменты, когда человек через неделю говорит, ну, что-то не то. Соответственно, это, в принципе, неплохой кейс, когда ты можешь не держать его два месяца, ему некомфортно. Но по моей практике лучше вот это вот понять в ближайшие две недели. То есть ваш, не ваш человек. Как правило, после этого испытательный проходит все. Если первые две недели что-то пошло не так, в том числе со стороны сотрудника, если ему тяжело, он не может делать какие-то задачи простые, то здесь уже такой первый звоночек, что либо надо переделать подход ваш, либо человек к вам не подходит. Ну и то же самое со стороны человека. Дальше руководитель. Это обязательно первая встреча. Если у нас был подход с темледовым наставником, там руководитель мог вообще не участвовать. То есть водитель темледы, то здесь мы сказали, руководитель должен всегда быть, хотя бы встречать человека и понимать, вот он я есть. Чтобы не было ситуации, когда руководитель не знает своих людей. В удаленном это очень часто встречается. Дальше встреча один на один после первого месяца. Она проводится, как правило, либо с темледом. Если нет темледа, то сам руководитель. Смотрите, какие успехи, насколько человек погружается. То же самое происходит после испытательного срока. В этот момент он у него закрывается. И начинается опрос 360. Эта встреча делается сразу после испытательного срока и делается потом еще через полгода. После испытательного срока здесь мы собираем вообще фидбэк от коллег и от человека, насколько вообще комфортно ему было с нами работать. Дальше. Темлед. Что он делает? Также он участвует в вводной встрече. Он чуть чаще касается человека. Это ежедневная обычно синхронизация, либо через день. В зависимости от уровня и самостоятельности человека. Синхронизация прогресса по вики. Причем здесь синхронизация. Человек не просто рассказывает, все прочитал. Он может показать. Он может рассказать. И вообще, чтобы там была логика, что он прошел, а не просто прочитал. Дальше. После испытательного срока ежемесячный пир-то-пир назначается. И, соответственно, встреча 360. Что делают остальные люди? Здесь мы тоже их не стали игнорировать. Так как компания стала расти и количество отделов, продуктов тоже стало расти, то такого человека, который знал бы всю систему целиком, он стал немножечко теряться. И это лучше всего знают просто коллеги, которые с этим работают каждый день. Значит, они проводят как раз встречи по адаптации, по продукту, по отделам. Они же делают встречи по функциональному, как работает продукт, как работают процессы. Какие-то ежедневные, еженедельные синхронизации. Если это команда линейная, значит линейная. Если это команда кросс-функциональная, значит кросс-функциональная. И, соответственно, человек сразу добавляется во всякие встречи типа планирования, демо, ретро, которые у вас есть в компании. Из плюсов. Опять же, минимум времени на вход, если мы говорим про человека, на одного руководителя. Достаточно понятный результат, потому что много касаний. Подходит для всех типов людей и достаточно быстрый вход. Из минусов остается один небольшой, то, что вы в целом всех задействуете, но по чуть-чуть. Дальше ключевые точки. С подходами разобрались. Что мы считаем ключевыми точками? Первое – это собеседование. Здесь мы уже рассказываем человеку о культуре, ценностях в компаниях. Раньше этот этап мы в него не закладывали много. Это было проверить именно человека. Подходит, не подходит. Но мы поняли, что бывают кейсы, когда человек выходит, и у него ожидания были совсем другие. Поэтому, чтобы эти картинки выравнивать, мы на собеседованиях отдаем гораздо больше информации, глубже, как мы работаем, почему так, какие у нас принципы, как работают команды. Чтобы он тоже понимал, какие будут ожидания от него. Дальше первый день. Как я уже сказал, обязательно встречаем, чтобы человек не был брошен. Это не просто письмо с доступом, это встречи, это поговорить. Как правило, в первый день у него будут расписаны все встречи, и он даже не будет чувствовать себя одиноко и потерянным. Он не будет пытаться прочитать в компьютере. То есть его будут полноценно здесь общаться. Выход в команду. Здесь обычно происходит такой буфер от одной до двух недель. Как бы команда ни просила, не надо пытаться отдавать сотрудника им сразу. Потому что у всех команд бывает, что горящая позиция. У кого было? Прям горит. Дальше что происходит? Вы сидите, ждете нового человека, который будет таким супергероем и решит все ваши проблемы. Особенно это начинается, когда вы не пытаетесь проблемы решать. Вы просто ждете. Вот он придет. Сейчас мы ему передадим. Что происходит человеку в этот момент, если он никак не попал в буферную зону, а сразу вышел в команду? Его не успели погрузить. Он не понял продукт. Ему сразу поставили цели. Куча задач, дедлайны, сроки. И он просто не понимает, что ему вообще делать. Следующий момент – это первый месяц. Здесь, когда человек уже пару недель был в буферной зоне, пару недель в команде, ему может не подойти команда. Команда может сказать, что человек к нам не подходит. И здесь мы стараемся тогда найти ему какую-то альтернативу, если нам в целом человек нравится. Ну, просто не зашла ему команда. Дальше, испытательный срок, как правило, это либо два, либо три месяца. До трех месяцев мы стараемся не держать. Это очень долго. Во-первых, человек нервничает, проходит три месяца. Он не понимает, подойдет, не подойдет. И психологически нужна эта отметка, что все, ты прошел испытательный срок. Поэтому мы стараемся его сокращать. Но самый долгий срок – это два месяца, которые я держу. Три месяца – это уже очень долго. Ну, и, конечно, полгода после испытательного срока, то есть к тем двум месяцам прибавляем еще шесть, примерно восемь. Это собирается опросы, делается 360. В этот момент мы считаем, что человек уже должен знать наши продукты, должен знать процессы. Он точно может приносить больше ценности. Если первые полгода у него были такое вводное, с ним могли больше общаться, с ним могли больше что-то прощать, то здесь мы уже понимаем, что он должен нам давать результаты, перформить. Какие процессы, инструменты в этом нам помогают? Здесь общая схема. Сначала мы даем человеку почитать. У него должны появляться вопросы. Мы на них отвечаем. То есть если он приходит на синхронизацию с тем лидом, руководителем, и у него нет вопросов, то это странно. То есть он должен их подготавливать, а не просто приходить пообщаться. Дальше мы даем какие-то простые вещи. Сделай сам. Дальше он показывает нам демо-экзамен, что вот я там настроил инструмент, вот мой жир, вот я могу создавать задачки. Потом мы даем ему простые задачи из разных команд. Какой-нибудь исправленный баг, очень простая задача, которую легко проверять. Для того, чтобы он в целом понял процесс. Не чтобы он сделал нам задачу, а для того, чтобы он адаптировался, как должна задачка пройти, по каким статусам. Это все дело проводится через ревью. Обычно старшие коллеги смотрят за ним вообще, как он все это выполнял, перед тем, как отдать его в команду, в реальный мир. Первый инструмент, который мы здесь добавляли, это первая линия. Очень хорошо помогает, особенно если вы не в офисе, у вас что-то не получается настроить. Мы прочитали всю инструкцию, все равно не получается. И чтобы вот с этим мелкими вопросами он не бегал к тем лиду руководителю. Есть телеграм-бот, есть на корпоративном портале, есть в целом всегда в чат клиенте, для того, чтобы человек мог написать, ему там отвечают, помогают с какими-то простыми вещами разобраться. Либо, ну, в большей части, это настройка каких-то инструментов. Либо он где-то недополучил доступов. Могло быть такое. Дальше у нас есть майндмэп, либо мира, в котором мы разрисовываем такую паутину процессов. Она помогает очень хорошо, потому что если мы берем конфлюенс, то это набор ссылок, много почитать, и объем в целом непонятен. Что идет сюда в майндмэп? В целом у нас их очень много и продуктовых, и таких производственных. Здесь у нас же есть именно процессы, а как работают команды, как работает твой линейный вообще отдел. Все сопровождается внутри кросс-ссылками, то можно почитать, и ты видишь такую большую картинку, а что тебе нужно будет выучить. Мессенджер. Здесь понятно. В целом, наверное, сейчас все используют. Из особенностей мы сразу добавляем в нужный чат комнаты, в которых тебя также встречают, адаптируют. Ты понимаешь, зачем эта комната нужна, что в ней делать, и с какими коллегами ты будешь коммуницировать. Дальше календарь. Все встречи у нас работают через календарь. По свободным слотам. То есть ты открываешь, смотришь, где окошко есть у коллег. Если календарь совсем занят, то здесь мы просто идем уже в личку, пишем и говорим, давай договоримся, в какое время мы можем встретиться. Это дисциплинирует, убирает моменты, когда к вам приходят и пишут, например, есть пять минут. И дальше молчание. Это не понимаешь, на пять минут вопрос, а он может быть на час. Поэтому мы всегда говорим, смотри календарь, обращайся в чатик, пиши только по срочным вещам. Дальше видеосвязь. Про нее немножко сказал в начале. Она у нас условно-обязательна. На каких-то общих встречах мы стараемся включать камеру. Когда было совсем давно, мы придумали пятничный камерный день. Потому что там 4 дня люди старались это не включать. Не знаю по каким причинам. В пятницу мы придумали, что пятницу точно нужно включать. Чтобы было веселее, добавили разные пятницы. Могло быть пижамный день, мог быть а-ля офисный день в пятницу. И все как в костюмах одевались. Прикольная тема. Дальше корпоративный портал. Он у нас переделывается раз, наверное, уже пятый. Если конфлюенс – это про почитать, подумать, как вообще найти информацию, то корпоративный портал – это про действия. Например, чтобы тебе уйти в отпуск, заходишь на корпоративный портал, набираешь инструмент, делаешь заявку, у тебя сразу все улетает по определенной формочке. Дальше из инструментов – это много митингов. Они заранее планируемые. Ты попадаешь в календарь встреч, который у тебя совместно с коллегами. Встреч бывает очень много. Поэтому здесь есть правило, что если встреча тебе кажется бесполезной, ты не чувствуешь профита, то из нее ты просто выпиливаешься, кроме совсем уже обязательных. Итого. Анбординг начинается еще на этапе собеседования. То есть вы здесь должны вкладывать и культуру, и ценность, и процессы, рассказать гораздо больше, чем вы просто считаете. Дать человеку понимание, с чем ему придется работать. Потому что он может быть клевый специалист, но, например, ему не нравится. Говорит, я не буду работать удаленно, я хочу только в офисе. Или я не буду включать камеру, мне так некомфортно. Тогда человек к нам не подойдет, потому что мы работаем вот так. Дальше. Минимизируйте время людей через вики и инструменты. Инструменты могут быть разными. Я показал такой основной набор. На самом деле у нас их гораздо больше. Привлекайте всю команду. Ничего страшного в этом нет. Не надо завязывать все на одного человека. Во-первых, вы освобождаете ему руки. Во-вторых, для человека, который только к вам пришел, у него сразу знакомство с коллегами идет. А не просто через руководителя. И через месяц он выходит, и не понимает, с кем ему общаться. Ну и думайте о долгосрочном взаимодействии. Все-таки нам дело затратное. И если мы берем человека, он должен работать с нами годами. Спасибо. Вопросы. Благодарим большое Романа. И ждем вопросы. Да, пожалуйста, масочки одевайте, когда идет вопрос. Спасибо большое. Спасибо, было очень интересно. Руслан, подскажи, пожалуйста, вот несколько инструментов были, показывали там календарь, Вики отдельно, сайт корпоративный. Правильно ли я понял, что это разные системы, разные порталы, по большому счету, да? И в связи с этим вопрос, не планируете ли вы создать некий единую платформу, единый портал, куда человек заходит в одно окно, и все это там находится, и все это тогда, ну, как-то логичнее, удобнее, и билдшоу. Мы о таком мечтаем. Если подскажете инструмент, было бы классно. Писать такое самому достаточно дорого, поэтому мы все-таки базируемся на тех инструментах, которые уже есть, которые проверены. Один из принципов использовать технологии, которые зарекомендовали себя, а не просто там беги за каким-то трендом. Поэтому здесь у нас G Suite, он дает и почту, и календарь, то есть он все-таки объединяет, как так или иначе. Там же есть Google Meet, который на созвоны, он тоже соединяется с календарем и с почтой. Конфлюенс соединяется с Jira очень плотно. То есть в целом инструменты между собой как-то коннектятся. Но какого-то одного, чтобы он был суперкорпоративным, мы пока не нашли. Привет. Меня Андрей зовут. Слушай, такой вопрос. Вот ты акцентировал внимание на встречи, ну, включение видеосвязи. Я на самом деле, ну, это очень сильно поддерживаю, разделяю, да, с черными квадратиками или с белыми квадратиками на черном фоне говорить хреново. Но пришел в команду, да, которая ушла на удаленку, потому что всем сказали, вот я на удаленку. Они на удаленку не ушли. Вот. И какая ситуация? Они все друг друга знали, да, до этого в живой офисе. И камеры не включают из принципа. Им это не надо. А когда приходят новые люди, то они будут общаться с пикселями на экране, а не с живыми людьми, с надписями, там, если повезет фамилия, написано. Вот. И директивно заставлять не хочется, и не получится, потому что там, ну, народ в оппозицию станет. А какие способы, вот есть какие-то идеи, как все-таки приучить? Да, вот один из вариантов, я рассказал, особенно давно у нас была больная тема, когда люди не включали камеры, мы придумали вот пятницу. И сказали, что в пятницу всем надо включать обязательно. И оставались какие-то единицы, которые, например, не включают все равно там принцип, еще почему-то не хотят. С этими людьми уже отрабатываешь один на один, приходишь, спрашиваешь, почему не включают? Ну, может, реально есть какие-то проблемы, еще что-то. Ну, как правило, это все какой-то такой внутренний страх, там, у меня обои старые, еще что-нибудь. Сейчас это все решается тем, что есть там фоны, ну, то есть, вот сейчас с этим проще. А раньше это была прям, проблема, вот и опять, вводите какие-то события, вот у нас был там пижамный день по пятницам, очень классная тема, все включают камеры, либо как-то там шуточно одеться. И ты понимаешь, что как бы, ну, все прикольно выглядят, всем смешно, почему нет? Ну, и как бы один на один решаешь с тем, кто совсем саботирует. А про собеседование, если ты человека берешь уже на работу, ты с ним это проговариваешь, что у нас принцип, мы работаем с камерами. И собеседование мы проводим с камерами. Если ты пришел на собеседование, камеру не включил, то я не буду с тобой даже общаться, потому что тебя должны были предупредить, если ты не подготовился, то дальше ты также будешь работать. Еще вопросы? Да, всем привет, спасибо большое за доклад. У меня вопрос, наверное, про баланс митингов. Ну, допустим, возьмем во время анбординга. Вот у нас есть новичок, он, допустим, программист. Мы его приводим, у нас есть очень много людей, с которыми мы хотим его познакомить, мы хотим его там, вовлечь. Условно говоря, есть ли у вас какое-то понимание, может быть, я не знаю, количество митингов в неделю, которое нужно человеку, чтобы он при этом еще смог работать? Я к тому, что я обожаю митинги, и, ну, то есть, мне кажется, это важным, как действительно взаимодействовать с командой на удаленке, но, может быть, если там, у вас нет какой-то конкретной цифры, может быть, она есть у тебя. Ведь, допустим, вот я пришла в компанию первые три месяца, мне какие-то митинги там могут казаться неважными, но я же там не скипну митинг, ну, потому что я буду стесняться, наверное. отвечу, смотри. Я буду ходить на все. Вначале ты ходишь на все, это правильно. Их может быть много, но мы понимаем, что, например, в зависимости от роли нам нужно человека прям плотно погрузить, и он будет общаться с всеми отделами. И даже 100% его загрузка в первую неделю на все митинги это норм. Здесь мы просто знаем, что да, он не успеет познакомиться с продуктом и чем-то еще. А дальше ему все равно формируется некий план, это онбординг, который он должен пройти. И он по нему должен двигаться. И количество митингов здесь уже сокращается там хотя бы в половину. Почему как раз нельзя вводить сразу в команду? Потому что команда его забьет какими-то встречами, уже командами, и он вообще ничего не успеет сделать. Поэтому здесь хотя бы 50% времени нужно оставлять. И в целом вот у нас такое две недели это то время, когда он успевает пройти и онбординг, и со всеми пообщаться. И потом он же понимает, на какие митинги он походил, что там было. Они не все там ежедневные, есть еженедельные, есть ежемесячные. Здесь какой-то баланс мы все равно стараемся держать. Опять же, зависит от ваших процессов, вашего продукта. Если продукт простой, можно и за один день рассказать. Если сложно и много команд, понятно, что здесь будет растягиваться эта история. Спасибо большое. Время для последнего вопроса. С учетом уже большого опыта, да, там, шестилетнего, и сколько, ну, вопрос следующий. Помимо пижамных и пятничных вечеринок, которые, ну, безусловно, являются неким мотивирующим элементом, команда образования, да, можете еще немножко раскрыть тем, как вот в таком режиме какие инструменты вы применяете для управления, для команды образования и так далее. Спасибо. Если мы говорим про команду, то, опять же, это обычно либо митинги, либо рабочие чаты, в которых он просто чаще общается. Если говорить про неформальное какое-то общение, здесь у нас есть, например, английский язык, в который группа формируется условно-хаотично. То есть ты можешь попасть, там, не знаю, у тебя будет один сейлс, один каком-то аккаунт, один разработчик, там, и SEO-компания. Может и такая быть группа. Это очень позволяет в целом людям общаться на неформальные темы и сближаться все равно. Иногда мы делаем такие корпоративы, но здесь мы удаленки пока не плачем, потому что очень много людей, чтобы был прям слет. Но мы разрешаем приехать, если он платит за свой счет, ну, либо какую-то сумму компенсируем. Например, там события, как конференции. Мы тоже плачем людям. Здесь, вот сейчас у нас конференции, по-моему, 8, да, 8 человек прилетело. То есть, очень классно, когда мы все-таки начинаем, ну, хотя бы пару дней пообщаться оффлайн. Ну, такие вещи помогают. Есть какие-то спортивные активности, тоже мы на них собираемся, стараемся собираться. Вот, это помогает, но опять же, не всей компании сразу, а какими-то маленькими командами. Из хорошей практики, когда мы явно запускаем новую команду или новое направление, мы их точно свозим всех в офис, они неделю покрутятся, поработают, потом разбегаются, и им уже гораздо проще. На самом деле, здесь еще с этой стороны был вопрос, у нас вот буквально две минуты есть. Меня слышно? Спасибо за доклад. Да, у меня маленький вопрос, на самом деле. Первый, ты ничего не сказал про доступ, и когда сотрудник становится полноценным человеком и имеет доступ только ко всем сервисам? С первого дня? Да, то есть до того, как он вообще выйдет до первого дня, ему уже должны настроить доступ. То есть он имеет вообще во все сервисы доступ? Прямо сразу. Во все, которые ему необходимы в данный момент. Круто, это прям круто. И второй, ты сказал, что у вас обычно через два месяца уже закрывают испытательный срок, потом еще полгода и еще обратная связь. Но вот два месяца там бывает не совсем понятно, ты такой, ну может быть, как пойдет, через полгода оказывается, что ничего не меняется. Должно быть понятно через пару недель. Два месяца уже долго. Через пару недель. Ну понятно. Не было кейсов, что приходилось. Если у вас цикл, что вы через два месяца еще не можете понять, поменяйте процесс онбординга. Вы должны, одна из целей его, чтобы вы через более короткое время понимали, что человек точно ваш и ему с вами комфортно в том числе. Я поняла. Но не было кейсов, что через полгода приходилось увольнять? Был один где-то через год. Хорошо. Спасибо. Это бывает, да. Спасибо. Спасибо.